друзья всем привет сегодня 27 октября навела порядок на своем участке и переместилась на свой новый участок делаю высадку гортензии метельчатый в открытый грунт уже подготовила лунки сейчас хочу немного рассказать как я буду делать такую посадку то есть это поздняя посадка когда гортензия уже вся скинула лист но на какой то еще есть лист потому что у нас сейчас влажная погода он еще не облетает вот и пока дневная держится не высокая плюсовая ночная уже минус уже идет поэтому пока еще не схватился грунт делаю быстро посадку гортензия сейчас уже в спящем состоянии то есть она этой пересадки не почувствует вот здесь друзья у меня смотрите то есть здесь у нас щебень был завезен здесь у меня будет продолжаться выгульник для собак здесь я посадила аллею и стой вот такие четыре красавицы они во взрослом состоянии будут два метра высотой и диаметру не где-то будет у каждой полтора метра это сорт сан крест это мои новинки то есть я хотела отгородить именно выгульник от своей основной площадке конечно же им надо будет много времени чтобы подрасти но вот это планы на будущее здесь такое расстояние у них приличная наверное где-то метра полтора сейчас вот просто я высаживала где-то неделю назад их сюда поэтому сейчас уже не подскажу какое расстояние то есть смотрим по размеру взрослой кроны растений и с учетом этих размеров уже делаем конечно же посадки так а здесь дальше вот она идет дорожка здесь будет выгульник здесь будет дорожка и дорожка будет продолжаться вот до широкая дорожка метр у нее будет ширина метр вот здесь вот на этой стороне я высаживаю гортензии которые имеют рост от 0 8 до метра двадцати на эту сторону пойдут уже высокорослые гортензии от полутора метров и больше до двух до двух с половиной конечно же расстояние у них абсолютно разное то есть здесь я сделала расстояние так вот здесь вот у меня будет заход на площадку контейнерную вот поэтому здесь расстояние большое здесь расстояние два метра у гортензии которые низкорослые у них диаметр кроны до полутора метров поэтому с учетом этого я и делала посадку то есть расстояние между гортензиями сделала полтора метра вот друзья а здесь так как дорожка здесь получается расстояние вход на площадку здесь расстояние естественно больше что касается высокорослых гортензии там уже расстояние между гортензиями два метра вот смотрите насколько расставлены горшочки вот здесь вот расстояние 2 метра так как диаметр кроны у этих растений может достигать 2 метра на этой стороне у меня получилось давайте посмотрим сколько гортензии но достаточно такая большая аллейка на 4 6 8 10 12 14 14 гортензий на этой стороне у меня будет конечно же их меньше вот но пока я еще не все сорта сюда определилась какие хочу пока вот они так стоят в общем делаю быстро друзья посадку у нас уже темнеет лунки приготовила смотрите очень удобно вот такой конечно же застилочный материал здесь я просто разрезала и подвернула края ну смотрите какой здесь получается размер вот такой вот лунки это где-то сантиметров но чуть больше 30 30 на 30 или 35 на 35 часть грунта я получается из лунки убрала вот так вот вот эту часть перекопала добавила в лунку торфа торф добавляю кислый верховой друзья вот такой я использую недорогой верховой торф кислый то есть не низины а именно верховой более легкий прям буквально вот не такую горсть а две руки две такие два раза вот постолька потом все это конечно же надо перемешать хорошо со своим грунтом вот а та земля которую я из лунки убрала я в нее также добавляют торф то есть эту землю надо немного облегчить конечно же мы живем в разных регионах у всех разный грунт поэтому смотрим по своему грунту понимаем да что гортензия во первых любит влагу а во вторых она любит более легкий грунт чтобы он был не тяжелый поэтому вот если я знаю да что у меня такая земля более она такая тяжелая она слеживается особенно летом начинает каменеть поэтому конечно же я добавляю сюда торф вот друзья что касается подкормок хотела я добавить осеннее удобрение но потом подумала зачем я буду сейчас тратить его когда растение уже находятся в сонном состоянии спящим она все равно сейчас ничего усваивать не будет поэтому я лучше весной добавлю весеннее удобрение но там уже весной буду показывать какое именно удобрение поэтому сейчас никаких удобрений не добавляют у нас прошел сейчас дождик грунт очень влажный конечно же говорят после посадки надо обязательно все пролить чтобы не было пустот но я проливать не буду потому что ну вода у нас уже вся слита проливать уже нечем поэтому надежда что еще у нас обещают дожди и дождь со снегом поэтому это все само собой прольет вот первое здесь у меня гортензия вот здесь вот я уже все перемешала вытащила гортензию из горшочка это полтора литра перда фестиваль посадка в этот горшок было 16 августа вот такое растение вот с такой корневой в один побег видите листиков уже нету листики которые не сброшены не стараясь сильно не рвать потому что сейчас влажная погода и они не рвутся абсолютно то есть когда солнышко они очень хорошо они сухие становятся когда влажно они не обрываются то есть их можно просто обрезать обрезать так чтобы оставить вот небольшой кусочек до чтобы не нарушить почку вот что касается вот этого грунта сюда друзья тоже добавляю торф но у меня торф вот бушный агробалт он здесь перлитом то есть он просто после каких-то растений я его не выкидываю поэтому вот немножко вот этот вот грунт облегчаю так вот все перемешиваем у меня здесь перлитом агробалт синий который питательный ну понятно что он уже бушный там особо питания нет так теперь что касается друзья посадки смотрите то есть я свои гортензии не заглубляю вот вот она ямка то есть я их высаживаю чуть выше у нас очень много снега весной у нас бывает очень обильные осадки южный урал челябинская область поэтому то есть я немножко ее повыше сейчас посажу и верхнюю часть просто замульчирую точно так же вот как хвойные вот смотрите видно нет вот так вот вот тут вот поверхности выше примерно где-то на пару сантиметров то есть вот так так как посадка здесь была пересадка в этот горшок в августе поэтому видим да на поверхности здесь нет корневой то есть она вся в грунте если бы она здесь была сверху конечно же надо было бы посадить чуть пониже все вот так вот я установила на серединку и дальше по периметру засыпаю грунтом друзья ну обязательно конечно же сейчас надо будет его прижать немножко прижимаю и вот здесь вот обязательно по периметру обжимаю грунт вот видите какой торт кто мне там писал что и типа это что вы там что вы там не закатали свой участок но типа застелили все этим застилочным материалом не смотрите то есть землю не пропахали да если пьяны не застелила сейчас бы земля уже была частично в траве а тут я вырезала посадила естественно этот материал идет для того чтобы не росла трава но здесь на участке планируется засадка полная у меня тут все уже распланировано друзья поэтому ерунду писать не надо не знаю что там люди себе вообразили то есть видно да вот сейчас вот она поверхность горшочка я ее сейчас грунтом не засыпаю то есть вот так вот получается выравниваю по поверхности по периметру друзья сейчас мне будет неудобно я сделаю наверное это без вас то есть я делаю еще бортик то есть вот это вот часть оставшиеся которую не добавляла сюда пор она сейчас пойдет у меня бортиком вот здесь то есть я подниму немножко чтобы потом при поливе ничего не стекало может сами понимаете начну поливать тут все пойдет через края вот ну и что будет дальше если бы у меня здесь была корневая я бы еще немножко присыпала землей но у меня здесь корневой нет поэтому вот так вот вровень все это делаю делаю бортик и дальше еще дополнительно мульчирую вот этим же торфом вот друзья на чем вам показать да давайте вот хвойные та же самая была посадка то есть вот я замульчировала сверху прям небольшим слоем небольшим слоем сейчас да давайте наверное сделаю все таки и покажу вот что у меня получилось смотрите вот видно да здесь небольшой идет бортик по периметру вот такой вот если отогнуть вот такой бортик здесь он тоже вот так вот видно грунт потом поднят так теперь прямо небольшим слоем это так чтобы не было все-таки здесь земля которая садовая она будет образовывать корку летом поэтому вот таким вот торфиком я немножко ну скажем так делаю ее более такой рыхлой все и еще друзья дополнительно делаю мульчирование смотрите здесь у меня получается опад хвойный это с моих елок после обрезки все лето они у меня стояли просто обрезанные ветки в мешках естественно они высохли сбросили иглу сухие ветки я убрала и вот такой иглой я сейчас буду мульчировать также можно сосновым опадом то есть просто ветки вот так обкладывать вокруг своих растений они будут важны именно летом то есть они будут максимально сохранять влагу сейчас покажу как я буду друзья мульчировать то есть это очень важно сейчас сильно близко к побегу не мультируем но я думаю что многие уже это поняли возможно кто-то уже с этим столкнулся то есть метельческая гортензия склонна к загниванию корневой шейки поэтому вся вот эта мульча а именно когда вот допустим зимой до весной будет таяние снега чтобы вот это все вокруг побега все дышало поэтому мульчу отсюда отодвигаем она нужна именно для корневой вот друзья все и также буду сейчас продолжать дальше посадочки надо все успеть сегодня вот целую аллейку высадить смотрите площадка да здесь вот у меня получается гортензии пересажены это мои черенки маточники здесь у меня находятся вот это все маточники как они будут зимовать тоже покажу надо будет также их почистить видите листик этот срезать если будет сухо убрать но скорее всего уже наверное срезать придется потому что влажно у нас стоит и на днях еще и обещают и снег с дождем вот часть из них поедет в теплицу для весеннего просыпания для раннего черенкования часть будет здесь на площадке прямо зимовать вот все это тоже покажу то есть потому что у меня маточников одного сорта по несколько штук частично поедет на черенкование частично будут формироваться уже хорошо и правильно идите как у меня укрывной застилочный материал подняла ветром все это буду переделывать вот и на днях у меня жду теплицу на эту сторону там получается вдоль забора как бы будет такая тенистая зона теплица будет большая вот это будет теплица для того чтобы ну приучать во-первых крупнолистную чтобы она просыпалась уже не дома в теплице также для раннего черенкования метельчатой гортензии для раннего просыпания метельчатой гортензии то есть это будет такая вот рабочая тепличка для именно для гортензии вот друзья делюсь с вами немножко своими планами вот работаю дальше пока еще у нас пять часов вечера но сейчас уже буквально мне кажется час и уже будет темно поэтому быстро делаю посадку вот друзья на этом все всем хорошего дня всем хорошего просмотра всем пока пока